всем привет левит адвайс каждый день вместе с вами разум характер личность все ли у вас есть разум характер личность все есть значит с этим и работаем размышляем и сегодня тема под названием христианин и психология уже противоречивый вопрос потому что не раз приходилось слышать что христианство и психология несовместимы давайте поразмышляем смотрите что говорит нам священное писание что бог создал разум и знает его возможности и он наш господь обусловил развитие человека в соответствии с его дарованиями между библией и истинной наукой всегда существует полное соответствие так вот психология эта наука занимающаяся изучением разума и поведение человека поэтому когда вдруг у вас возникает вопрос как вот нам верующим говорить о психологии начните прежде всего с словарного определения что такое психология наука занимающаяся изучением разума и поведение человека вчера мы сказали о том что изучение способностей мозга и развитие разума это просто задача богом данная человеком а то как мы это будем изучать как мы будем практиковать это все психология если это нормальная психология ну тогда это будет конечно же в соответствии с библией принципы психологии есть и в священном писании посмотрите что нам сказано в одном замечательном тексте тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами божьими детьми божьими также еще и власть дана как люди которые переживают опыт личного истинного обращения они осознают свою ответственность пред богом они со страхом и трепетом совершают собственное спасение они желают полностью избавиться от проказа греха и вот в таком состоянии они пытаются приобрести особые качества то есть быть чадом божьим значит ну как-то каким-то тезисом или принципам характеристикам соответствовать а какие это характеристики как минимум ясный и широкий кругозор это проницательность это взвешенные суждения еще раз если вот эти характеристики они нам ценны сегодня в нашей жизни мы должны их проявить то нам нужны законы по которым мы это все приобретем потому что вот так мгновенно не появляется ясный и широкий кругозор правда проницательность просто так не появится это воспитываемое качество которое развивается взвешенные суждения но от какого-нибудь младенца вы можете ожидать взвешенных суждений суждений каких-то серьезных размышлений нет это младенческий лепет поэтому все нуждается в развитии и развитие в этом мире всегда происходит по законам и когда мы изучаем эти законы развития способностей человека разума мышление чувствование и так далее все это и есть психология несколько еще важных тезисов слабый нерешительный характер может преобразоваться в сильный непреклонный постоянное посвящение устанавливает настолько близкие за отношения между иисусом и учениками что христианин уподобляется в характере своему учителю он приобретает более ясный и широкий кругозор он становится более проницательным суждения взвешенным он настолько преображается силы господа что становится способным принести много плода для славы божьей сегодня мы говорим может быть научными определениями в вопросе развития разума и способности человека наука чистой нравственной последовательной христианской жизни постигается посредством изучения слова господа этот тезис очень важен почему опять же люди думая что психология или вообще любая наука это значит стартовать нужно с хрестоматии с библиотеки и идти как бы другим путем отправная . другая научная мне самому как и человеку учащемуся в высшем учебном заведении стояла такая задача как же сочетать веру в которой я родился и вырос из и сформировал свое представление с научными знаниями и в тот момент когда довелось почитать рассуждение рене декарта я постоянно их упоминают рассуждение о боге что он действительно существует напоминаю рене декарт отец классической науки классического анализа и если такой человек мышление и познание мира которого не противоречит религии утверждает что бог есть то моя задача выбрать правильную отправную точку в научном исследовании и такой отправной . является слово божье а потом ты продолжаешь исследовать науки то есть нельзя отринуть физику химию биологию квантовую физику психологии прочие науки просто надо стартовать верно нужно изучать слово божье и далее все науки и все получится если же пытаться против божьего слова идти то скорее научное исследование зайдет в тупик а результат будет такой ну который уже налицо в нашей планете печальный и человеческое сообщество при всех своих достижениях идет к своему концу было бы больше божьего слова то и состояние планеты и человеческого сообщества было бы в разы лучше безбожники извлекают максимальную выгоду из подобных несчастных случаев когда семейные неурядицы сознание вины страх перед горящим адом выводят из равновесия разум и объясняя сумасшествие человека его религиозностью на самом же деле религия она не только не сможет быть причиной сумасшествия но она является одним из наиболее успешных средств против сумасшествия ибо хорошо успокаивает нервную систему иисус на эту тему замечательно сказал мир мой даю вам не так как мир дает мир в плане в целом все человечество иисус дает мир божий в сердце и в таком состоянии человек конечно же увереннее стоит в мире и противостоит разным козням трагическим событиям и бедам и так далее человек просто выносливее интеллектуально и нравственно человек выносливее духовно и тогда это спасает его от схождения с ума даже трагедии верующий человек переносит спокойнее не потому что он бесчувственен наоборот он остро чувствует но у него разум управляет его эмоциональным миром и он совсем может справиться но вот во всем этом состоянии есть проблема когда грехи человека они есть у нас у каждого если они еще и лелеются то есть не исповедуется грех ничего не борется человек с грехом вот эти грехи ослабляют характер не льстите себе надежды что грехи лелеемые какое-то время вами могут быть легко наставлены нет каждый взлелеенный грех неуклонно ослабляет характер и укрепляет пагубные привычки результатом этого становится физическое умственное и моральное разложение вы можете раскаяться в своих неверных поступках и вернуться на правильную дорогу но склад вашего ума который формировался вот при соприкосновении с грехом он будет затруднять четкое развлечение добра и зла а те вредные привычки они как бы являются лазейкой для сатаны чтобы вас вновь и вновь атаковать иллюстрации подобного и такой идеи является выражение о том что бывших там допустим наркоманов не бывает уверен вы слышали подобное утверждение что человек если он прошел через зависимость даже если он освободился он все равно считает себя наркоманом и не может оставить хоть какую-то лазейку он всегда понимает свою слабость и поэтому он всегда бдителен не расслабляется поэтому пред прошлые наши поэтому прошлые наши грехи они имеют последствия надо это признать и еще более мобилизоваться и конечно же если мы знаем о прошлых грехах которые влияют на нас тут друзья тем более нельзя позволить себе грехи в настоящем и тем более планировать грехи в будущем иногда приходило слышать таких людей которые знаете так иронизируя или очень самоуверенно говорят ничего мне не будет я справлюсь и заходят на запретную сторону тем самым они уже не различают добро и зло и тем более в будущем не будут способны четко различать добро и зло еще очень важный момент это уже касается наверное образование и воспитания наших детей привычки и принципы учителя намного важнее его грамотности и компетентности важно учителю иметь твердую волю и тогда он сможет формировать интеллект учеников и обучать их различным наукам но тоже самое родительство касается если я желаю наставлять своих детей о чем мне нужно больше всего переживать о своих привычках и о своих принципах если привычки 50 на 50 хорошие и плохие если принципы не всегда твердые то грамотность и компетентность в каких-то науках или в каких-то способностях не будет главным критерием да можно конечно научить или надрессировать ребенка в каких-то способностях но мы ведь переживаем за то чтобы следующее поколение было моральным чтобы следующее поколение было духовным вот давайте как бы ориентиры немножко подправим и все у нас получится только один день друзья в нашем распоряжении поэтому выберем для себя вот такой тезис в этот день я буду делать лучшее на что я способен каждое утро надеюсь сейчас утро и вы смотрите нас вы должны посвящать себя свою душу тело и дух богу сделайте привычным свое посвящение и все больше и больше доверяйте спасителю можно быть вполне уверены что господь любит и желает чтобы вы возросли в меру полного возраста христова в характере он желает чтобы вы возрастали в его любви укреплялись во всей полноте божественной любви тогда вы обретете самое ценное знание для временной и для вечной жизни не только христиане живут ожиданием того что зайдут в небесный иерусалим и будут там как ангелы сидеть ничего не делать нет христиане уже сегодня хотят облагородить свою жизнь они уже сегодня работают со своим телом со своими умственными способностями со своими привычками и так далее эта тренировка для вечности если ты сегодня в труде в процессе борьбы за доброе то вечности ты этим самым добрым и будешь пользоваться там уже конечно борьбы не будет но процесс развития конечно же будет это бесконечность еще один важный тезис невозможно наслаждаться здоровьем не трудясь труд это благословение невозможно сегодня жить просто осознавая свое здоровье но при этом нет используя здоровье к сожалению тоже есть проблема в обществе когда люди стремятся через фитнес спорт еще какие-то практики обрести здоровье но при этом становятся менее полезными для общества они не трудятся они лишь переживают за красоту они созидают красоту здоровье но нигде это никак не реализуют есть такая проблема все наши органы должны работать и правильно развиваться чтобы мы имели уравновешенное мышление даже эволюционисты признают значение труда слышали да такой тезис обезьяна взяла в руки палку камень и вдруг стала преображаться в человека вряд ли конечно обезьяна это получилось но человек который не трудится вот уверенно скорее превратится в обезьяну деградирует такие сюжеты тоже были вы видели людей которые становятся лентяями тунеядцами еще это все зеленым змеем оформляют и действительно теряют человеческий облик и человеческое поведение если мы хотим привести для господа какие-то плоды если хотим чтобы бог действовал в нас должны понять одну простую вещь драгоценные плоды духа святого не произрастают в одночасье это тоже у серьезный принцип который не всегда людьми понимаем хотя вроде очевиден да ну на русском языке и говорим простой тезис некоторые люди полагают что когда они узнают христа когда они крестятся когда они в церковь начнут ходить вот все так динамично чуть ли не сверхъестественно поменяется нет господь не делает фокусы господь не жульничает господь делает честно на основании законов законы в нашем теле работают еще в согласии с законами времени поэтому если господь желает произвести в нас плоды святого духа то это будет не моментально это будет через труд и процесс в котором мы с вами должны будем потрудиться вот и все и психология нам в этом поможет следующие советы завтра будут несколько предупреждающая тема ну а сегодня друзья вот этот день не ждите от него каких-то магических там сверхъестественных проявлений просто в этом дне делайте правильные вещи делайте что-то достойное может быть усилить и свои какие-то задачи нагрузите себя больше будет немало достижений а господь будет с вами в этом